Здравствуйте, уважаемые родители! Рад приветствовать вас на канале Союза педиатров России. Я Игорь Маратович Спивак, старший научный сотрудник отдела организации сестринского дела в педиатрии. Сегодня мне хотелось бы с вами побеседовать на тему, почему ребенок грызет ногти. Замечу сразу, что данное явление иногда встречается и у взрослых. Если же мы говорим о ребенке, то наше поведение родителей в этой ситуации типично. Это ограничение, это наказание. Некоторые родители даже намазывают пальцы ребенка горчицей или другими горькими веществами. Оказывается, выпускаются даже специальные лаки для ногтевых пластин, которые горькие, единственная цель которых, чтобы ребенка отучить от этой, казалось бы, вредной привычки. Но, как показывает и наш опыт, и как показывает сама жизнь, все эти воспитательные действия малоэффективны. Избегая чуть вперед, скажу, что получается, мы боремся скорее со следствием, нежели с самой причиной. О чем же свидетельствует грызение ногтей? О том, что ребенок находится в состоянии психологического неблагополучия, что он находится в состоянии эмоциональной напряженности или, иными словами, состоянии стресса. Он достаточно часто бывает взволнован и тревожится. Более того, как одна из возможных причин того, что ребенок грызет ногти, эта причина может уходить корнями в его детство, а именно в период до полутора лет. Этот период, по мнению Фрейда, связан с оральной стадией развития ребенка, когда основная потребность его, потребность питания удовлетворяется с помощью материнской груди. И на этом этапе орального развития могут происходить некоторые сбои. Ну, например, у матери ребенка возникли проблемы с лактацией или ей надо выйти досрочно на работу, и она переводит его несвоевременно на искусственное вскармливание. То есть причинами напряженности, которая возникает в оральной зоне ребенка, может быть связана с неудовлетворением его базовой потребности в питании или ее удовлетворение недолжным образом. Что же делать в ситуации, когда ребенок грызет ногти, как ему помочь? Ну, мы уже сказали о том, что ограничения наказания малоэффективны, да, ибо напряженность, которая возникла у ребенка в ротовой полости, должна каким-то образом разрядиться и разряжается именно через грызение ногтей. Если вы замечали, ребенок может грызть не только ногти, но и ручки, покусывать губы. И в данном случае, когда мы говорим о покусывании ручки, наверное, это меньшее зло из двух возможных. С другой стороны, мы можем предлагать ребенку, чтобы он всегда имел с собой сушки, простые сушки, и когда он взволнован или тревожится, или не очень справляется с теми событиями, которые происходят в его жизни, всегда он может погрызть эти сушки. Также перераспределить активность ребенка помогает жевание жвачки, рассасывание леденцов. Но последним также не стоит увлекаться, чтобы не возникло стоматологических проблем. Что должно насторожить родителей? Когда ребенок грызет ногти, ну уж очень ожесточенно, можно сказать, до мяса. Конечно, это является основанием уже обратиться к специалисту, к врачу, неврологу и психиатру. Во всех остальных случаях, если мы обеспечиваем ребенку психологический комфорт в семье, если мы оказываем ему эмоциональную поддержку в его контактах со сверстниками, с другими значимыми взрослыми, то есть обеспечиваем ему психологическое благополучие, данная привычка со временем уходит сама. Ну это, пожалуй, все, что мне хотелось бы об этом рассказать. Благодарю вас за внимание. Заходите на наши сайты, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok